Панкратион Панкратион Файткарт турнира смешал представителей шести стран от России до США. Открывающий мероприятие бой сразу показал международный характер. В октагоне встретились уссурийский боец Данил Дегтерев и спортсмен из Таджикистана Салихан Садулоев. Но зрелищного поединка болельщики не увидели. Уже примерно через минуту Садулоев одержал победу удушающим приемом. На самом деле большая часть боев закончилась почти с таким же исходом. Зрители не успевали находить себе нового фаворита. Из восьми боев семь завершились, не успев начаться. Первая половина вечера прошла на одном дыхании. Сурат Розаков из Владивостока одолел Виктора Кучеренко из Комсомольска-на-Амуре. Покровский спортсмен Дмитрий Шкабрий уступил хабаровчанину Арману Царукяну. А якутский боец Герман Березкин окончательно огорчил болельщиков Комсомольска-на-Амуре, победив Юрия Коваля. А вот пятый бой ждали уже с большим трепетом. Восьмиугольники сошлись Владивостокский кандидат в мастера спорта Григорий Сиренко и южнокореец Джуньон Па. Эффектный выход Сиренко к разочарованию местных болельщиков победу ему не гарантировал. Корейский боец сумел подловить приморца при попытке перевода в партер и реализовал удушающий. Спасибо всем большое, я очень рад победе. На самом деле я долго думал ехать на этот турнир в Россию или нет. Чего-то боялся, да и в целом очень нервничал. Но все же переборол себя, настроился и победил российского бойца. Следующий бой в весе 66 килограммов прошел между именитым хабаровчанином Евгением Рязановым и китайским спортсменом Жао Ченом. Их встреча стала единственным полноформатным боем за весь турнир. На долгое и упорное давление от россиянина китаец отвечал уверенной обороной. Проведя второй раунд в стойке, Рязанову все же удалось нанести больше ударов, чем его оппоненту. Решение осталось за судьями, которые единогласно отдали победу Евгению. Предпоследней схваткой стала встреча чемпиона Украины по кикбоксингу Богдана Котлованова и чемпиона мира и Европы по ММА Шамиля Абдулаева, представляющего Владивосток. 8 побед в 8 встречах и самая громкая поддержка публики невольно прогнозировали победу Шамиля. Шуточные выкрики от фанатов «Шамиль, растяни бой, побалуй нас!» не помогли. Россиянин довольно быстро разобрался с соперником, который, кстати говоря, объявился лишь за несколько дней до турнира. «Я готовился на американца, но он или травмировался, не знаю. Но Богдан согласился за 10 дней до боя. Спасибо им большое. Ну, молодец, не знаю. Хорошо работал. Стойка хорошая, чуть борьбы не хватило». Ну а завершением вечера стал бой тяжеловесов. Американец Эрик Приндл и хабаровский боец Евгений Ерохин, хоть и стали участниками главного поединка турнира, однако своей техникой болельщиков не порадовали. Медленная скорость и неуклюжесть весовой категории более 100 килограммов давали о себе знать. Бой закончился лишь после хорошего удара от Ерохина, который и вывел американца в технический нокаут. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.